Юные журналисты нашей телекомпании вернулись с очередного фестиваля. На этот раз ребята повышали свое мастерство на берегах самого чистого озера планеты. Слет «Голос Байкала» собрал лучших юнкоров страны. Это первые кадры фильма, снятого чебоксарскими медийщиками в поселке Большое Галаусное. Основные достопримечательности этого места – сухое озеро, на котором проводились шаманские обряды. И гора с фантастическими видами на Байкал. Байкал у нас отчасти напоминает маленького ребенка-шизофреника. Настроение у него меняется каждые два часа. И если вы сегодня видите тихую, спокойную гладь, это не означает, что через полчаса не поднимутся волны. Рыбаки стараются далеко уже не уплывать. Они где-то поблизости, возле берегов, нашли рыбные места и стараются обитать там. В частности, одна из примет, если вода на Байкале начинает пузыриться, значит будет волна буквально в течение часа. Экскурсии, практикумы и удивительные знакомства. Хозяйка базы отдыха Людмила Сегаева уже не первый год бесплатно размещает талантливых ребят страны. Просто потому, что хочет, чтобы о ее малой родине знали повсюду. Мы относимся к нашему озеру не как к озеру, не как к простому водоему. Мы относимся к нему как к живому существу, который имеет огромную силу, энергию, тепло. И это озеро, которое мы называем морем, дает нам свет, жизнь, энергию, красоту и здоровье. Заряд энергии и креатива Байкал подарил и чебоксарцам. Юные журналисты собрали сокровища. Посмотреть на них, а также узнать много интересных фактов о самом глубоком озере вы сможете 3 сентября в 20 часов на нашем канале. Мария Шоклева, Александр Васильев, Республика.